Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Сегодняшний ролик будет посвящен декоративной штукатурке. На моем канале уже есть несколько видеороликов, где в роли декоративной штукатурки выступают материалы изначально не предназначенные для декоративного нанесения. Ну и в этот раз в роли декоративной штукатурки у меня будет выступать финишная белая цементная шпаклевка от компании основе. На вопрос почему будет в этот раз цементная шпаклевка? Отвечу просто. Здесь у меня лоджия, лоджия неотапливаемая, вот поэтому мне необходим материал такой водостойкий. На этой лоджии изначально уже была сделана декоративная штукатурка, но в результате того, что проект изменился, декоративное покрытие было немного испорчено. Я сначала планировал восстановить данное покрытие, ну то есть те места где на стенах декоративка была испорчена, хотелось просто перешпаклевать и вернуть ту же самую шубу, но заказчик такие действия не оценил, сказал что данная штукатурка здесь у всех и увидев у меня в выкрасах нечто иное, попросил сделать вот то, что именно увидел. Далее я хочу сохранить некоторую интригу, не хочу рассказать про штукатурку, которая должна получиться, но досмотрел видеоролик до конца, я надеюсь, что вам окончательный вид штукатурки понравится, а также вы оцените материалы и инструменты, которые будут использованы в данном видео. Перед началом работы я всю стену загрунтовал универсальной грунтовкой вот компания сновид, все у меня же здесь прекрасно высохло и можно приступить к выравниванию вот данного рельефа. В рекомендациях по нанесению данной шпаклевки указано, что ее можно наносить слоем там до 5 миллиметров, поэтому придется мне скорее всего здесь перекрыть поверхность два слоя, оба раза буду проходить на сдир, чтобы шпаклевка зашла в поры данной штукатурки и выровняла поверхность. После первого перемешивания шпаклевки выдержали 5 минут, перемешал второй раз и теперь приступаю к шпаклеванию. Шпаклеваю двумя широкими шпателями, чтобы еще дополнительно можно было выровнять поверхность, если где-то тут у есть небольшие ямочки. После того, как все стены у меня были перешпаклеваны, шпаклевал в два слоя, производители рекомендуют каждый слой просушить сутки, после чего приступаем уже непосредственно к нанесению декоративного слоя. Декоративное покрытие буду наносить с помощью текстурного пистолета, в моем случае это Симин, но не думаю, что Симин производят, просто этикетка Симин. Вот здесь поближе указана вообще эта маркировка данного пистолета. Подключаем шланг. В шланге уже есть давление и вот слышно, что никакой воздух здесь не идет. Воздух подается только после нажатия на ручку. И что у нас получается? Первый этап, только воздух. Дальше нажимаем, открывается еще сама дюза и идет подача уже материала. Ну, надеюсь по звуку было слышно. Сейчас разведем шпаклевку и приступлю непосредственно к самому нанесению. Шпаклевка перемешана дважды с 5-минутным перерывом. Ну, вот она имеет вот такую консистенцию. Если сделать более жидкую, в принципе можно и работать, но будет слишком мелкое покрытие. Шпаклевки развел сразу как бы на все стены, так как ее жизнеспособность 3 часа. За 3 часа я легко все здесь перекрою. В связи с тем, что процесс нанесения очень грязный, то я, конечно, смогу показать здесь только маленький кусочек. Иначе у меня камера умрет. Вот посмотрите, наконец-таки я нашел место, где можно показать сам процесс. Когда у нас воздух открыт на всю, получается достаточно мелкая капля. Если воздух прикрыть, почти совсем. Получается капельки покрупнее. Вот таким образом можно регулировать саму каплю. Далее ждем несколько минут, чтобы шпаклевка уже перестала слишком сильно прилипать к рукам. И чистым шпателем заглаживаем бугорки. Вот те самые крупные капли. Залаживаем в разные стороны. Ну и вот здесь, мне кажется, тоже будет хорошо это видно. Ну что же, видео про нанесение самой бюджетной декоративной штукатурки, пожалуй, можно считать законченным. Вот посмотрите, какая красота получилась. Конечно, стоило. Первый слой какой-то тут либо стенку покрасить в какой-то цвет, либо что-то в этом роде. Но заказчик настоял на белом цвете. Мне кажется, в белом цвете тоже будет прекрасно смотреться. Заказчик не хочет отказаться от белого цвета, который был здесь и раньше. В дальнейшем все будет покрашено фасадной белой краской. Здесь все достаточно просто. Уже это снимать не буду. Тем более видео про такие работы у меня на канале уже есть. Ну и кому информация была полезна, палец вверх. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok